Мы что-то перепутали, на 140 евро. Это 40 евро. 4 тысячи евро. Да. 4 тысячи евро, очень хорошие сандалии. 40 евро это. Пойдем. Если вон в том магазине стоит только 300 евро, то в этом точно не стоит 4 тысячи евро. Так, друзья, у нас идет дождь в городе Санта-Круз. И мы сейчас прогуливаемся по этой улице. Я так понимаю, что эта улица у них по одежде. Пойдем вон в эту сторону. На секунду. А потом мы перейдем вон там. Я так понимаю, что это одна из самых дорогих типа улиц. Но дело в том, что здесь очень интересные, своеобразные цены. Некоторые вещи. Там Армани, Прада. Вон там вот они продаются. Цены очень даже завышены. Но если сравнивать в Испании с такими же магазинами. Или не только в Испании, но и с другими странами. А с другой стороны здесь огромное количество магазинов, которые недорогие. то есть дешевые. То есть немножко странновато это все выглядит. Вот. Допустим, вот это вот. Я уже этот магазин, кстати, проходил, кажется. Показывал. Тут правда ночью было. Вот видите, за 25 евро вот такие вот разные вещички. 18 евро. А это как, да, как типа это DC GO. вот такой вот магазин. 25, 30, 15 евро стоит одежда. В общем, смотря где что берешь. Но еще одна маленькая вещь. Этот магазин, где вот эти все бренды были, он тоже какой-то странный мне показался. Эти футболки. Не знаю. какие-то своеобразные футболки. Эти интересные. По 135, по 150 евро. Но какие-то они очень у меня... Подозрение у меня возникло, что они вообще настоящие. Хотя, конечно, могу ошибаться, потому что я в этом не профессионал. Просто возникли такие подозрения. Какие-то странные были футболки. Я не видел. Во-первых, таких футболок. Во-вторых, качество. Как-то все равно. Не знаю. Одним словом, не буду говорить. Потому что, не знаю, вот здесь у нас люстры, магазины. Света. Очень большой магазин. Лампочек здесь валом. Идет сегодня дождь. Дождь идет. Идет на острове, на этих островах, на Канарских островах за все время пребывания. Здесь это первый дождь. Вот. Вот сегодня ночью шел еще вчера. То есть, как бы, вот это первое время. Единственное, маленький был дождик, когда мы ночевали. Вот здесь скидки. Здесь скидки идут. Когда мы ночевали в этой пустыне. Вот там в одну ночь, я помню, чуть-чуть какие-то капельки, что-то похожее было. Типа дождь идет, но точно было непонятно. Вот такой вот месяц, февраль. Такая зима здесь на Канарах. Но так, по большому счету, тепло, нормально. Каких-то больших запаров нет. С этими дождями или с какими-то еще вещами. вот, такие. 30 евро, 20 евро. О, 79 даже евро. Тут 70 евро. Я могу сказать, что если брать испанские цены, вот этот магазин, он даже дорогой. Потому что за пол цены, которая тут есть, очень много магазинов в этой Испании. Просто из-за того, что мы на Канарских островах находимся, здесь цены дороже все-таки идут. я это уже уже понял. А в Мадриде, в Барселоне там это все в минимум два раза будет дешевле стоить. Здесь можно пошить что-нибудь или ушить. Допустим, купил себе последнюю коллекцию Christian Dior вот здесь вот за полторы тысячи евро. И потом зашел в соседнюю будку и ушил себе размер. Вот здесь вот. такие дела. Так, а мы пойдем дальше. Что, пойдем? Так, давай-ка зонтик чуть-чуть вот так побольше. Сильно палил. Я больше за камеру переживаю. Мне это дождь ничего, камера одна. Вот такие магазинчики. Хочешь заходить? карнавал. надпись есть у нас. Карнавал, карнавал. Здесь, друзья, целыми днями творилось безумие, сумасшествие просто. Ночами, днями, неделями. В общем, с начала этого месяца на этих Канарских островах идут карнавалы. Идем туда? Пойдем. Хороший у нас нет перехода. Прикольно, в дождь прогуливаться. Пойдем, есть переход. Пойдем. Пойдем. Здесь какие-то картины продают. Они здесь сразу и продают, и шьют, и все вместе делают. Вот там какие-то или нет. Там эти стоят машинки какие-то что ли, что-то там такое. Дизайн. Или дизайн, да. Непонятно. Идем магазин. Я не знаю. Главное, чтобы нас эти машины не забрызгали. Под ковром ковер стиле. Карнавал, карнавал. Да, вот так ковер покупаешь и все. и от дождя спасаешься. И в хозяйстве пригодится и от дождя можно спастись. Какие-то детские товары. Прагос. с Праги магазин какой-то. Прагос. По-испански Прагос. Чуть-чуть вот так вот. кебабчики есть. Вива Мария. А? Так. Так. Переждем минутку другую, друзья. Под дождиком. Точнее, от дождика. Огромное количество ламп в этом магазине. Просто все светится. Насколько ярко тут. Понаблюдаем за жизнью местной. В саде такие интересные светофоры. Маленькие. Не знаю, для чего они. Для транспорта или для каких-то особого вида транспорта. Вот здесь они стоят. И вот здесь тоже какая-то штука. То ли для парковки, то ли для проезда. Не знаю, что это. Несмотря на дождь, вечером город живой. Здесь днем в нормальную погоду бывает так, что вообще ни одного человека из-за сиеста. А сейчас видите, вечер уже ближе, в принципе, даже уже почти ночь, можно сказать. Часов 11-12. И несмотря на это... Не, 12 сейчас точно нету, но часов 10 сейчас. Примерно так. И работают магазины. Идет движение, люди ходят, машины ездят. Кафешки работают. Но самое приятное от этого дождя, то, что после него на этих улицах не будет вонять. Вот сейчас вот здесь такой запах приятный стоит. Дождевой, скажем так, запах. Но целыми днями, вот после этих карнавалов, здесь реально и вовремя карнавал, и после карнавала, здесь на улицах очень сильно воняло. Просто невозможно было ходить. Такое ощущение, что какой-то один большой туалет этот город представлял из себя. особенно центр города. И сейчас, после вот этих дождей, дождя, я надеюсь, все изменится. Потому что они ничего не поливают, машины у них не ездили, ничего такого не было. Кажется, я понял, для чего эти штуки, вот эти вот светофоры, это вот для этих, эти проездочек, вот эти стоят. Видать, вон там надо вставлять карту или что-то такое, какое-то, что-то надо вставлять или платить. И вот здесь можно, вот эти опускаются, эти столбики, и можно проезжать. Когда проезжает полиция или скорая, у них есть свои, эти, свои ключи, то есть они могут спокойно проезжать. А для других машин, наверное, какое-то разрешение нужно. По крайней мере, в других странах это было так, но я думаю, здесь система одна. все, пойдем. где-то хорошее. А что за магазин это вообще? Ну там типа такие дорогие шампуни, всякие там, это крема, всякие витамины, ну типа хорошее, хорошее. Дай-ка покажу я его. Фармация. Фармация Санта-Круз называется. Фармация это же как аптека, нет? Это не аптека? А вон ресторан в Истамбул. В Истамбул? Курецкий. Там, наверное, всякое мясо нет. Мясо, мясо, да, барань. Да, да. Адидас. Абибат. Да. Финальные скидки у них. Давай не пойдем и поймите. Написано. Хотя у меня такое ощущение, что эти финальные скидки у них круглый год идут, да? Вообще не прекращается. Магазинчик, кафешка. Какая-то алкогольная какая-то тут у нас. Такой барчик. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Ну, 60 евро. Скидки тоже 49 евро. 67. 67. Детская обувь тоже есть. Футболки за 15 евро. Да, здесь на Канарских островах в любом случае дороже. То есть даже я, который все это так специально я не хожу, вот просто прохожу, как мы сейчас вот гуляем. Ну, в общем, если так смотреть, уже видно, что здесь дороже, чем просто в Испании. Допустим, в Мадриде там вообще просто за 5 евро огромные коллекции разных вещей были. Вот, здесь тоже, видите, ребахос, везде ребахос. Ну, правда, здесь тоже вот за 3 евро какие-то эти непонятные. Вот, смотри, целые коллекции за 3 евро, да. За 2 евро. За 2 евро даже есть, да? Да. Это, честно, поношенные или это просто какие-то супер старые и они откуда-то их откопали? Я не знаю. Выглядят новыми. Не, они поношенными, не могут быть. Они выглядят новыми, но они выглядят какой-нибудь там коллекцией, не знаю, 60-х. 87. А. Раз. Закрывается магазин. Да, за 2 евро туфли такие. это мисс мисс колорадо 87, которая одевала, наверное. А, странно еще такая. Так, какой рано уже? 10-11 часов. Назарий. Назарий. Дисконтус тоже. Дисконтус. Вот, скидки, скидки. Вообще, весь мир сошел с ума. Весь мир живет только вот этими покупками, приезжают, покупают, 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 возят, покупают, постоянно занимаются потребительством. Притом, очень часто абсолютно ненужным, кстати. И один большой плюс, кстати, я еще заметил в путешествии, ну, когда ты путешествуешь с рюкзаком или без рюкзака, то есть, не когда ты, как король, там можешь путешествовать, у тебя 10 машин, чтобы было сопровождение, карета, охрана, эти, персонал обслуживающий, а когда ты сам путешествуешь, что хочешь, ты не хочешь, ты не берешь лишние вещи вообще, потому что лишние вещи, какие бы они хорошие, красивые или там замечательные не были, их надо, вообще прикольные вещи, детские, тоже везде, скидки, ребахосы, то есть, хочешь не хочешь, их надо куда-то девать, то есть, получается, их надо с собой таскать, естественно, покупай одну вещь, тебе надо выкидывать другую вещь, и из-за этого лишние вещи не берутся, вот, это очень такая, с одной стороны, хорошая вещь, с другой стороны, допустим, куртку уже минимум, вот сколько я выехал, эта куртка, вот, столько она есть, это минимум год, вот, с другой стороны, конечно, хочется другую куртку купить, ни одной куртки, вот, чтобы, по удобству, пока я не нашел, чтобы я мог эту выкинуть, а другую взять, вот, поэтому, такие своеобразные вещи происходят, а когда у тебя этого нет, когда ты, допустим, дома сидишь, естественно, ты, когда видишь новую вещь, и у тебя есть деньги на эту вещь, то ты ее берешь, и она у тебя будет лежать потом, ты ее пару раз оденешь, и она потом всю жизнь так и пролежит, или кто-нибудь ее возьмет, не знаю, что-нибудь с ней случится, но ты ее больше не одеваешь никогда, вот такие заметки путешественника, как говорится, так, пойдем, что там, по карте, но здесь-то мы знаем, это место, это место уже известное, в этом центре я уже, друзья, ориентируюсь очень хорошо, единственное, туда подальше, пока еще не разбираюсь, потому что, все-таки, не так долго здесь нахожусь, да, и вообще не долго, вообще, не то, что не так долго, а тут центр, он туда-сюда прошелся, все эти центральные улицы, иголочки, уже знаешь, где что, кто куда, так, давай, зонтик, а то у меня камера, вот так вот, нормально, ну, пожалуйста, 10 евро, какие-то закидушки, дисканта, давай, сколько стоит, 23 евро кроссовки стоят, нету ничего, серьезно, не серьезно, пойдем, вот еще магазин, хочется, да, про моду, про моду, да, мороза, ну, смотри, генародные какие-то эти, причин, о, ничего себе, смотри, для карнавала, ага, это, давай, посмотрим, это уже поинтереснее будет, хоть что-то такое, интересно, оригинального, смотри, за 39 евро, можно вот такой, прикид, взять, очень серьезный, вот такой, можно взять, тоже, 39 евро, это юбка, кажется, просто отдельно, смотри, вот этот, какой интересный, это, военный, для рыцарских, да, 42 евро, 23 евро, сегодня какой, разрисованный, красочный, всего 23 евро, да, 17 евро, ну, да, как раз, карнавалу, но, карнавал прошел, поэтому, не думаю, что до следующего года, их уже больше никто брать не будет, да, скорее всего, так вниз, по центру, или церковь, если хочешь, заходи, я тебе здесь, подожду, вниз, хочешь, так, несерьезно, нормально, как хочешь, так, сейчас, понять, выходит, от этого, если, это, Костило, то, у нас, значит, улица, Костило, даже, называться, если, улица, называется, Костило, то, значит, она, находится, вот, здесь, как прекрасно, что мы ее нашли, и мы хотели пойти сюда, так, друзья, пока, выключаюсь, в целях экономии батареи, сейчас, посмотрим, что у нас еще есть, пока все, смотрите, анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в Солнечную Калифорнию, находимся, в Санта Круз, на Канарских островах, Испания,